Девушки отдыхают С днем рождения И один из подписчиков Антоха, большое спасибо Посылочку я получил И сегодня Будем мы ее вскрывать Но, черт возьми Когда я вышел и увидел Сука, снег, снег снова выпал И не просто выпал Шапочку накрыл А буквально 30 сантиметров Снова насыпало свежего нового снега Когда же, ребята, наступит этот сезон Сезон кладоискательства Я уже просто-напросто Замучился ждать, когда он наступит Но факт в том, что Посылку Антоха я получил В принципе, все зачетно Сейчас я отправляюсь Вместе с вами Ее вскрывать Я думаю, довольно-таки интересный подарочек Мне сделал один из подписчиков Очень рад, когда приходят Подарки от моих поклонников Спасибо огромное Я их никогда не показывал Не демонстрировал Но, думаю, впредь буду делать Если кто-то мне что-то будет присылать Очень большое спасибо Тех, кто отзывается Очень-очень лестно На мои видеосюжеты Один из подписчиков Присылал мне пистолет Ну и пистолет не боевой А шумовой Как-то был у меня видеосюжет Где я в глуши и в лесу Набрел на какое-то непонятное существо Которое летело с горы С огромной скоростью на меня И я чуть не наложил в штаны И после этого видеосюжета Мне подписчик прислал пистолет Но пистолет обычный Шумовой, стартовый То есть просто, чтобы испугать зверя Но не травмировать, не убивать его Так что так, ребят Сейчас идем смотреть нашу посылочку Сделан Антохой Антоха, большое спасибо Посылка пришла И мы сейчас с вами будем смотреть Что же нам прислал один из подписчиков Ну и ребята, приступим к вскрытию нашей посылочки Все, в принципе, достойно Пришла она от Отто Каратаева Правильная фамилия И весь адрес доставки я читать вам не буду Но посмотрим, что у нас внутри На ручек не понадобится Просто руками Просто руками Зверски вскроем И... Та-дам! Тут у нас вот такой цверточек Здесь у нас придется ножичком, наверное, все-таки вскрывать О, ребята, вот это тут подарочек Вот это да Офигеть! Какой сохран! Блин! Спасибо, Антоха! Это у нас пятак Кольцевик 1807 года ЕМ Смотрите, какой сохран И сейчас я вам поближе его покажу Ну а теперь давайте поближе рассмотрим его Зачетная монета Классный сохран Язв, болячек нету Небольшой неровный штемпель Немножко смещен Сам рисунок Ну это достойная монета Для обозрения И давайте посмотрим Вот еще на что Любопытно, наверное, каждому Узнать, что за монета И какая у ней себестоимость Это у нас Александр Первый Пять копеек Кольцевик Смотрим, 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 смотрим Та-дам! И он у нас Это у нас ЕМ ЕМ Переходим на страничку И смотрим КМ у нас 44 доллара И ЕМ 33 доллара И это у нас больше Не меньше Но как-то примерно Около двух тысяч рублей Вот такой подарок мне сделали Один из подписчиков Очень приятно У меня есть пятачок Но он, к сожалению В очень плачевном состоянии Но это просто Классный подарок Смотрите, какой Сохранчик Вообще зачетный Красота И займет она достойное Место в коллекции Я думаю Очень-очень достойный Экземпляр Пишите Делитесь Своими Мнениями Как вам Такой вот подарок Вот такой вот пятачок Спасибо, Антох Очень-очень рад Спасибо от души Ну а сейчас Немножко история Об данном пятачке Так что смотрим Будет довольно-таки интересно Российская империя Время правления Александра I Павловича Монета Пять копеек В чеканке монет из меди В том числе Номиналом пять копеек В 1803 году Принимали участие Два монетных двора В Екатеринбурге С обозначением ЕМ Чеканили монеты Преимущественно Для европейской части России За год монетный двор Успел изготовить Довольно внушительный Тираж Тридцать один миллион Восемьсот девятнадцать тысяч Девятьсот восемьдесят штук Израсходовав таким образом Более полутора тысяч тонн меди В Сузуне Чеканили пятаки Для азиатской России С обозначением КМ Калыванская монета Согласно ведомости Монетного двора В 1803 году Всех номиналов медной монеты Было выпущено На сумму Сто восемьдесят тысяч рублей Принимая во внимание Тот факт Что до настоящего времени Других номиналов Медных монет регулярной Чеканки Сузунского двора Этого года не встречалось Напрашивается вывод Что здесь чеканили Только пятаки Следовательно И тираж этой монеты Составил Три миллиона Шестьсот тысяч штук Именным указом Сенату От первого октября 1801 года Александр Павлович Признавая Непоколебимость Внутреннего достоинства Монеты Необходимую К сохранению Общего доверия Подтверждает Установленную Павлом В 1797 году Монетную стопу Монетные дворы Получают распоряжение Продолжать чеканку Медных монет Всех номиналов По 16 рублей Из пуда меди Но уже по новым Утвержденным Тем же указом Рисунком монеты В 1803 году На рынках города Киева Продавались товары По таким ценам За одну копейку Можно было купить Килограмм гречки Проса стоила В два раза дороже Около двух А за килограмм пшеницы В среднем просили Три с половиной копейки Коровье масло Продавали из расчета Четырнадцать копеек за фунт Свежегречишный мед По пять рублей за пуд А за кружку парного молока Нужно было заплатить Около двух копеек Свиное сало Применялось не только Для употребления в пищу Но и в качестве Освещения помещений Поэтому спрос на этот продукт Был довольно высоким А цена на него Была даже выше Чем на мясо Так, к примеру За килограмм свинины Или баранины Просили в среднем Семь с половиной копеек Телятины Немного дороже Около девяти А за килограмм сала Нужно было заплатить Около двадцати копеек Из домашней птицы На рынке Можно было купить Курицу За пятнадцать копеек Утку за двадцать А за пару гусей Нужно было заплатить В среднем шестьдесят копеек Зарплата уездного лекаря Второго разряда В тысячу восемьсот третьем году Составляла пятнадцать рублей в месяц Надзирателя на таможне Двадцать пять рублей А губернский землемер Получал жалование Четыреста рублей в год Как известно В тысячу восемьсот втором году Были созданы Восемь новых министерств Российской империи Каждому министру Было определено Годовое жалование Которое составляло Двенадцать тысяч рублей в год Кроме того Каждому полагалось По пять тысяч рублей в год На аренду недвижимости Для себя И своей канцелярии До тех пор Пока правительство Не предоставит Каждому отдельный дом Итак, ребята Посмотрели мы с вами Достаточно Хороший Приятный Подарок От души Еще раз повторюсь Антоха Спасибо большое Но я хочу Закрыть Свою тему Тем Что у нас За окном Снова Выпал снег Как он уже достал Не можете Себе даже поверить Хотя многие Подписчики Мне говорят Пишут Сань Когда же он наступит Ну не знаю Ребят Когда он Я не прогноз погоды Подтвердить С нынешними Условия Не могу Климатические условия Везде сдвигаются Так что не знаю В прошлом году Уже в это время Копали Но у нас Как вы видите Смотрите Как это все Уже достало Даже не можете Себе представить Снег Сыпет Мою машину Даже и не видно Под сугробом Так Где она тут Вон она Засыпана Жуть Так что Вот так вот Так что Ребят Заканчиваю Свой коротенький Обзор Моего подарочка Спасибо Антоха Большое большое Спасибо От души И впредь Если кто-то Мне что-то присылает Буду Сердечно Вам благодарен И конечно же Ваш подарок Или же Какая-то посылочка Будет Доснята И опубликована Короче Я буду хвастаться Тем Чем вы со мной Делитесь Все На этом пока И до новых встреч До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok